Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот что это за чудо такое? Томат монгольский карлик. О нем очень много идет разговоров. Многие его уже выращивали. Некоторые только мечтают вырастить. По неоднократным просьбам моей зрительницы Валентины Рычковой, я сейчас буду высаживать этот томат монгольский карлик в теплицу и буду все показывать. Скажу сразу, что когда я сеяла на ранних сроках вот этот томат для теплицы, многие меня отговаривали и говорили, ну как, это же томат чисто для открытого грунта. И все сообщество говорили, что он не будет расти, что так нельзя. Но все-таки нашелся один человек, который прислал мне фотографии, который сказал, Наталья Стадник, по-моему, он сказал, что а я так выращивала и он растет. Вот смотрите, видите, значит, даже если тысячи человек говорят, что так нельзя, но один человек найдется, который захочет это сделать и сделает это с успехом, он может переломить вот это мнение. Я хочу сама попробовать. Специально для этих целей посеяла монгольский карлик в несколько сроков. Вот этот экспериментальный для теплицы посеяла в феврале, потом посеяла второй срок, это в середине февраля, потом в конце февраля и в марте. В середине марта, когда мы сеем для открытого грунта вместе со всеми. И вот посмотрим. И для всех этих трех групп монгольских карликов я приготовила разную судьбу. Эти будут в теплице, буду пробовать сеять. Вторые попробую посеять в открытом грунте, но пораньше, потому что в прошлом году у меня не все вызрели. А третьи высажу так традиционно, как и требуется этого. Но скажу сразу, что вот этот монгольский карлик, который посеян в феврале, он уже очень взрослый, он очень жизнеспособный. У него очень хорошая корневая система. У него уже бутончики. Хотя по росту он... Ну вот, кто-то по мне, Демидов. Хотя по росту он даже меньше вот этого коротко-низкорослого Демидова раза в два. Но это только потому, что он грунтовой, его не надо подвязывать, он не должен расползаться. Я сейчас буду высаживать, и чтобы время не терять, сразу буду о нем рассказывать. Скажу, что в прошлом году я его выращивала. Но так как первый раз выращивала, мне люди тоже прислали семена на пробу. Я сначала о нем ничего не поняла. Во-первых, я его немножко посеяла попозже, чем нужно. Он у меня половину ушел зеленым, пришлось снимать. Единственное, что я о нем поняла, он хорошо хранится вместе со всеми в подвале хранился. И поняла, что он неприхотливый. Вот сейчас я камеру сниму со штатива, буду высаживать, и буду все о нем постепенно рассказывать, потому что многие не знают, что это за сорт. Знают только, что это те томаты, которые продаются по 100 рублей за пачку семена. И многие удивляются, почему такие дорогие семена. Может быть, в нем что-то такое, этакое. Про него можно в интернете найти сведения, что это чудо томат, что это ультраскраспелый, что это суперурожайно. Вот сейчас всего монгольского карлика мы разберем и попозже. Томат монгольский карлик называют и томатом для ленивых, и чудо томатом. И вот некоторые сейчас уже мне пишут, что томат очень маленький, но начал выпускать вот эти пасынки дополнительные. Не вздумайте их общепнуть. Вот эти все пасынки, которые в разные стороны расходятся, именно на них весь урожай монгольского карлика и будет. Потому что если вы их выщипните, останется только вот эта кисть, она, наверное, и будет единственной. Несмотря на то, что монгольский карлик у меня взрослый, видите, его видно, что он уже корешки, и вот это, он всего 10-15 сантиметров, не больше. Это и не удивительно, потому что он и в готовом виде во взрослом не превышает 50 сантиметров. Почему его называют томатом для ленивых? Потому что не нужно пасынковать, даже категорически запрещено, потому что не нужно подвязывать, он не дастся подвязаться. Он только достигнет вот этот вот 20 сантиметров, и он начнет клониться к земле, и он начнет стараться расползаться в разные стороны, потому что это действительно чисто грунтовой вариант. Еще чем он хорош? В прошлом году я его выращивала, да, его по принципу посадил и забыл, очень легко вырастить. Ну, сами понимаете, что только поливать, и, а, ну, все, больше ничего, и пропалывать. Посадка тоже, конечно, она очень такая, ну, дежурная, просто в лунку. Вот лунка у меня уже заправлена. Я воткнула в лунку, сейчас очень-очень сильно полью водой. Везде пишется в описании, что он засухоустойчивый, но все-таки его сильно уж на прочность испытывать не нужно, и так же, как все остальные томаты, хотя бы раз в неделю нужно его поливать. Чем он удобен? Для ветреных районов, где обычно вот все колышется, очень такие, есть суховея, ветры, вот этот сорт рекомендуется, потому что он на земле, и он ветром не обламывается, ничего. А плоды обыкновенные, весом 200 грамм примерно, они такие, ну, как бы, это, конечно, не бычье сердце, это, конечно, не розовый мед, но из этой группы томатов, вот для этих, для ранних, для низкорослых, для неприхотливых, у них очень хороший вкус, и комментарии людей разные, наверное, скорее всего, это все-таки зависит от грунта, кто-то пишет, что у них получаются очень мясистые плоды, кто-то пишет, что водянистые плоды, но водянистость мы уже выяснили, это иногда зависит не от сорта, а от полива, и от количества солнечных дней, если солнца нет, а идет дождик, он будет водянистый, ну вот, мы выяснили, томат для ленивых, посынковать не надо, подвязывать не надо, в прошлом году, я его посадила вместе со всеми, и он у меня немного не вызрел, вызрели только самые вот такие, крупные, которые у центра, а которые вдаль вот расползлись, они лежали зелеными, зелеными, и поэтому мне написали люди, что его нужно высаживать немножко пораньше, чем все обычные, и тогда он будет очень хорош, у него будет время на дозревание, вот этот вот у меня лоток номер 6, я его посеяла еще в феврале, так, еще что о нем сказать, ну достоинство, конечно, он быстро спеет, он считается ранним, он пригоден для открытого грунта, это идеальный томат для открытого грунта, то есть, не обязательно ему укрытие, не обязательно ему теплицы, то, что я вот эти сейчас высадила, в торцах теплицы, два тут и два с той стороны, это только моя вот такая прихоть, я хочу просто посмотреть на него, и просто потому, что здесь место свободное, вообще в открытом грунте прекрасно он растет, и до самых, до самых морозов, в том году я уже, у меня руки мерзли, когда я собирала последние, никаких особых усыновок, он не требует, он вот эти пасынки распустит, и начинает, единственный недостаток, который для меня, он требует большую площадь, примерно полметра квадратного, он должен занять, потому что, если эти просто, я вот колышку подвязываю, и на этом же месте, можно было бы 4 вверх вырастить, то по земле, он расползется один, он расползется один, но у него плодов будет очень много, и вот для такого, для массового употребления, например, для заготовок, для соков, он ярко-красный, сок хороший, и, во-первых, он не очень поздний, считается как ранним, если вовремя посадить, он идеальный, но единственное, конечно, у него недостаток, что он очень дорого стоит, 100 рублей пакет, это очень дорого, и еще недостаток, его никогда нет в магазине, вот у нас в магазине, я ни разу не видела, монгольский карлик, чтобы продавался, если бы мне люди не прислали, у меня бы тоже не было, ну что, недостаток влаги, он переносит нормально, если жаркое лето, для него это нормально, он и есть монгольский карлик, еще, он в прошлом году, у меня не болел фитофторой, но, я не могу сказать, что это исключительно его заслуга, у меня и другие, также петруши огородних, с ним рядом, никакие не болели фитофторой, то, что продолжительное плодоношение, можно собирать допоздна, и еще, он не очень, обращает внимание, на неблагоприятные погодные условия, и завязывает плоды, и завязывает, ему что жарко, ему что прохладно, все, вот это наш монгольский карлик, я посадила, сейчас, вот один показала вам, как посадила, вот он, когда вот немножко расползется, в разные стороны, я вам покажу, я посадила именно в торцах, там, где у нас вот это поливочные шланги, и немножко места осталось, может быть, он не захочет расти в теплице, может быть, ему здесь жарко, но вот по опыту, то есть зрительница, которая сказала, что он так же прекрасно растет и в теплице, вот сейчас попробуем, возможно, он универсал, и в открытом грунте, и в теплице, все, до свидания, с вами была, ой, чуть сказала, с вами была монгольский карлик, с вами была Ольга Чернова, со своими монгольскими карликами, и вот эти карлики у меня будут сидеть в теплице, другие карлики будут сидеть на улице, еще карлик хочу я посадить, один в ведро, один в кашупо подвешить, так что у всех моих карликов монгольских, будут разные судьбы в этом году, будем наблюдать.